Всех приветствую на канале Строй Гранд Анапа. Сегодня с вами Татьяна. И я тот человек, который отвечает вам по горячей линии. Строй Гранд Анапа. Татьяна, добрый день. Да, я поняла. Хорошо, вас интересует темрюк. Давайте я вас сейчас изнюю с менеджером, и он более подробно вам проконсультирует. Минуточку, а ждайте. Сейчас вы могли заметить, как это проходит в нашем реальном мире. То есть я сижу в этом кабинете. Это не робот. Мне позвонил клиент, и я ответила вам лично. На вопросы некоторые я могу отвечать. В основном я ориентирую вас на менеджеров нашей компании для более четкой и полной информации для вас. И вот сейчас мы находимся с вами в доме, 130 квадратов. Он построен без клиентов, он построен по нашему стандартному решению. Часто выбирают очень серую отделку, да. Потому что это тренд, тренд уже, наверное, на протяжении уже трех, как минимум, лет, что я нахожусь в компании. Но кто хочет уюта, более теплого, выбирает такую цветовую гамму. Здесь у нас двери под цвет ламината и под цвет плинтусов одинаково, да. Кто-то очень любит выделять, наоборот, двери с плинтусами, делать одинаково, как каемочка. Такие решения тоже есть. Варианты фотографий у нас тоже, кстати, есть таких решений. Так, в санузле у нас идет плитка. Здесь ее сделали креативненько, в римском таком стиле, чтобы не было совсем однотонно и скучно. Но плитку вы можете выбрать любую. Раскладку делайте любую, какую вы хотите. Здесь ваш полет фантазии абсолютно разный. Также здесь у нас находится плитка. Ну, здесь не вся коллекция, что возможно. У нас есть каталог, который я вам могу выслать. Либо если вы приезжаете к нам сюда в офис, я могу вас направить в наш магазин, который сотрудничает с нами. И они вам покажут плитку на его. Еще хотела бы поднять такую тему, как потолки. Очень часто спрашивают, а можно ли сделать потолки под покраску обоев. Здесь у нас представлены обои с такой небольшой декорацией. Очень красиво смотрится. В морском нашем коттеджном поселке это стандартное решение. В основном у нас идут такие потолки. В других коттеджных поселках у нас в основном идет надежной. Так, этот санузел у нас такой пообъемнее. Он попросторней. Плитка, не призывающая себя ни к чему. То есть вы можете подобрать любую сантехнику. Для себя бы санузел я бы выбрала, в принципе, такую плитку, только более большого формата, так как санузел большой. И на примере классического отделки хочется сказать, что здесь более обширная творческая реализация ваших идей по поводу мебели, чем, например, возьмем хай-тек. Там вас ограничивают в рамке, вы должны в определенном стиле идти дальше. Здесь вообще любой полет ваших фантазий, творчества. Выбирайте, что хотите. Обставляйте, как хотите. Решение будет уйма. Лестница очень хорошо гармонирует под цвет дверей, так как это пространство, скажем так, вертикальное, делается акцент, большое внимание на себя. То есть двери, лестница – это то, что бросается. То есть клиенты очень любят часто выбирать такие, скажем так, яркие аспекты, например, белые двери, белые валясины, да, там, белые косауры, лестницы, чтобы это было ярко и не монотонно. То есть, да, сейчас очень клиенты любят какой-то яркости, особенности, нестандартные решения. Также у нас очень часто любят делать серую лестницу, черный, скажем так, вариант отделки. И сможется очень круто. То есть здесь фантазия уже насколько хотите. То есть воплотить можно многое. Обязательно нужно учитывать то, что лестница – это тот элемент, который вряд ли вы будете менять. Потому что покрасить ее, скажем так, вот в таком состоянии намного сложнее, чем ее выбрать изначально, крашеный. И то есть если мы выбираем какой-то цвет, то мы должны понимать, что этот цвет будет отражаться на последующих наших отделочных материалах. То есть с каждым ремонтом вы должны понимать, что акцент лестницы будет оставаться такой, как вы выбрали изначально. Это очень важный момент – выбрать правильно нужную лестницу. Если вы подбираете под что-то, либо делать, как в нашем варианте, просто классическую, которая не привязывается никому, она просто идет сама по себе. Ну и сейчас мы вам рассказали кратко основные вопросы по отделочным материалам. Но при отделочных материалах, при выборе, все идет от ваших творческих идей. Мы реализуем все. Звоните, пишите. Звоните по горячей линии. Я вас буду соединить с нашими менеджерами. Пишите в комментариях ваши вопросы, и мы будем обязательно снимать на них обзоры. Всего хорошего. Пока. Продолжение следует...